Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 июля, у нас наступил период холода и дождей. Вот я сейчас зашла погреться и буду дальше вам рассказывать по своему каталогу подробное описание сортов. Для чего я делаю так все подробно? Потому что некоторые люди, даже те, которые в прошлом году купили, они недостаточно вот этого описания, которое они находят в интернете. Я добавляю от себя какие-то сведения, потому что все эти томаты я уже выращивала. Я хочу и прошлогодним заказчикам и нынешним помочь, и рассказать, как можно формировать томаты, куда его лучше высадить, в теплицу или в открытый грунт. Мы вчера дошли до 54 номера золотые купола. Вот сейчас я продолжаю. Есть какие-то томаты, которые всем известны, очень-очень популярны. Я про них говорю меньше. А если томат новинка или, например, только сибирский регион, ну, сибирские томаты в других регионах его достать сложно, и вы ничего о нем не знаете, о тех я, конечно, делаю более подробный обзор. Вот сибирское яблоко, это принадлежит как раз к тем томатам, которые некоторые люди даже не слышали такое название. Потому что последние годы сибирские селекционеры очень-очень много сортов вывели новых, именно неприхотливых, вот для наших суровых условий. Вот у нас сегодня 12 градусов, ночью 8-9, и вот в таких экстремальных условиях крупноплодные томаты должны сформировать и плод, свои плоды, и он еще должен вызреть. 55 номер, сибирское яблоко. Среднеранний вкусный урожайный сорт с красивыми плодами жемчужно-розового цвета. Созревание первых томатов на 115 день после всходов. Растение высотой 1,5-1,8 метров, обильно нагружено округлыми, ровными 200-граммовыми плодами. Цвет плодов белесый в технической зрелости, в стадии биологической зрелости жемчужно-розовой. Томаты плотные, мясистые, длительно сохраняют товарные качества на кусте и в процессе хранения. Высокое содержание сахара и витамина С определяют великолепные вкусовые качества этого сорта. Рекомендуется для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Средняя урожайность товарных плодов 9 кг с квадратного метра выращивается в 1-2 стебля с подвязкой и посынкованием. Я уже говорила, что первые 30 сортов, я рассказывала, что можно их посынковать, можно не посынковать, можно подвязывать, можно не подвязывать. Сейчас вот после 40-го номера у нас начались те крупноплодные и высокие томаты, которые обязательно подвязывать, обязательно посынковать. Ясно, что если указан номер 1,5 метра, 1,80 метра, а в теплице он будет и 2 метра, то обязательно подвязка, обязательно следить за количеством стеблей, не давать разрастаться в 3, 4, 5 стеблей, иначе будут плоды мелкие. Вот этот сорт, что я хочу о нем сказать? Он отличается тем, что у него обычно розовые все, а у него именно жемчужно-розовый цвет, я лето вам покажу, такой розовый с каким-то переливом, с жемчужным, он отличается вот этим и тем, что да, когда он зеленые плоды, у всех цвет зеленый, а у него белесый, как у яблок на снегу. Вот яблоки на снегу, снежная сказка, они такого белого цвета, а потом уже превращаются в розовый. Очень урожайный, очень красивый сорт, у него какие-то листья даже отличаются, такое растение мощное, высокое. Вот это вот настоящий такой уличный сорт, но он может вырасти и в теплице, но я его сажу всегда на улицу, но не всегда всего третий год, потому что те томаты, которые прекрасно вызревают на улице, я стараюсь их в теплицу не садить. Сибирский сорт, он должен расти на улице, в таких вот неблагоприятных условиях. Номер 56, любимый праздник. Про этот сорт я говорила уже много, в том году есть несколько видеообзоров, в этом году делала видеообзор в теплице, сегодня уже сделала видеообзор на улице, он поспел. Это тот самый крупноплодный томат, который вызреет у вас, созреет в открытом грунте, в холодную погоду. Так, описание производителя какое. Новый, среднеспелый, детерминатный сорт сибирской селекции с особо крупными плодами. Растение мощное, высотой 80 см, плоды почковидной формы, густо-розового цвета, огромного размера и массой 900 и 1300. Прекрасно подходит для потребления в свежем виде зимних заготовок. Сорт характеризуется стабильно высокими урожаями, вне зависимости от погодных условий. При высадке в грунт на 1 квадратный метр размещают 3 растения, сорт хорошо реагирует на полив и подкормки комплексными минеральными удобрениями, выращивает 2-3 стебля с подвязкой. Конечно, такие крупные плоды, но я вот не выращиваю очень крупные, у меня 1,3 кг ни разу не было и 900 не было, но 500, 600, 700, потому что я для того, чтобы вот такой особо крупный плод, я потом отдельно вам буду рассказывать, вырастить, нужно удалять лишние все и оставлять там буквально несколько на кустике, тогда уже будет 1,3 кг. Тем, что высота 80 см, но вот в теплице от силы метр вырастает, он не бывает такого, что вот вымахает больше человека и не знаешь, куда его девать. Он такой же, ну примерно как бычье сердце, но покрупнее, тоже нужно удалять пасынки, он израстает пасынками. Лучше, я вот всегда в 2 ствола формирую, 2 ствола, 5-6 кистей, нормальные такие получаются, среднего размера, очень вкусные, я уже делала дегустацию, можете посмотреть. У меня на канале все данные про этот сорт есть, номер 57, желтый шар, вот это совсем другой, мелкий, средний ранний, 110 дней от сходов до плодоношения, высокорослый, более 2 метров сорт, рекомендован для открытого грунта и пленочных теплиц, выращивают рассадным способом, после высадки растения формируют в один стебель, удаляя все пасынки, плоды округлой формы, ярко-желтые, массой 150-160 г, прекрасно подходят для засолки, маринования, приготовления салатов и заготовок, урожайность одного растения 3 килограмма. Вот смотрите, производитель пишет, что выращивают в один, нужно формировать в один стебель. Я первый год начала формировать в один стебель, и вот мое впечатление получается жидковато, получается как, одна кисточка через 2-3 листа, через какое-то расстояние, еще одна кисточка, потом еще одна кисточка, и вот на всех 2 метрах всего там входит сколько, ну 6, ну может 7 кисточек, и на большом расстоянии друг от друга, и вот мне, по моему мнению, мало-мало помидорок, я следующий год сделала в 2 стебля, в 2 стебля он смотрится уже более урожайным, потому что тут на одном стебле кисточка, на другом, на одном, на другом, вот так как в шахматном порядке, и все они вызревают, можно оставлять много кистей, потому что он не крупноплодный, вот тут указано 150-160 грамм, но они даже вот иногда и меньше, такие 100-граммовые, стандартные, как штампованные, они вот похожи на очарование, еще на какой сорт, ну как под вид золотая рыбка, только золотая рыбка удлиненная, это круглая, считаются они как и не мелкие, и не крупные, средний такой размер, конечно, для маринования идеально, для заготовок для всех идеально, желтый цвет, и сами они сладкие, но вот я считаю недостатком только то, что он больше 2 метров, очень сложный, ну как в обслуживании, его или обрезать макушку, но мне кажется, он вот как в мультфильме, он все и растет, и растет, и растет, он у меня уперся в теплицу, когда в теплице росло, начал там во все дырки проникать, во все щели, хотел на улицу вообще вылезти, очень высокорослый, а так хороший. Номер 56, Анжела Гигант, крупноплодный сорт, урожайный, вкусный, плоды округлые и красные, весом 580 грамм, сладкие и лёжкие, хороши как для салатов, так и для зимних заготовок, растение индетерминатное, высотой метр-полтора метра, в зависимости от условий выращивания, урожай с одного куста достигает до 8 килограмм, сорт выращивается в открытом грунте и в теплицах на 1 метр размещают 2-3 растения. Ну тут индетерминатное, написано высотой метр-полтора, ну скорее всего он больше, в теплице дорастает до потолка двухметровый, а на улице полтора метра, кто в прошлом году выписывал Анжела Гигант и Инна Чудо Сада, они очень похожи, красный, огромный томат, вот такой классический цвет красный, круглый, он без каких-то там неизменённой формы, ничего, они все красные, круглые такие, ровной круглой формы, что сказать даже нечего, обыкновенный традиционный русский помидор. Перезвоню сейчас. Обыкновенный русский красный помидор, крупный, очень вкусный, кто вот у меня брал семена, все говорят, что Анжела Гигант и Инна, вот две с женскими названиями, два томата, очень хорошие. 59 розовый и мясистый, ранний 85-95 дней, сорт для открытого грунта и теплицы, растение штамбовое, детерминатное, высотой 50 см, не требует посынкования, плоды округлые, розовые, мясистые, 150-200 грамм, урожайность 6 кг с метра, ценность, крупноплодность, выносливость, к неблагоприятным погодным условиям, стрессам, отличные вкусовые качества, рекомендуется для употребления свежего виде и приготовления соков. Вот про это хочу сказать, розовый и мясистый, вы знаете, он бывает разный, под одним почти названием, у меня один раз был розовый и мясистый, в другой раз был мясистый розовый, мне кажется, что, так, одно и то же название, но от перемен на мест вы можете купить, например, вот розовый и мясистый, видите, написано штамбовое, а мясистый розовый может быть высокий, высокорослый. И вот эта игра производителя, вот с перестановкой слов, еще там какой-то розовый, мясистый, сахаристый, всякий разный, они бывают очень разные. Вот у меня вот этот розовый мясистый, он именно невысокий, растение штамбовое, 50 сантиметров, и он как больше похож на раннеспелые, вот которые не требуют посынкования. Я его сажу, он обрастает, ну, я бы не назвала, тут написано ценность сорта крупноплодность, я бы не назвала его крупноплодным, крупноплодных, я считаю, до 200 грамм, ой, после 200 грамм, а у него вес 150, 180, до 200, крупных плодов мало, они такого среднего размера, но все одинаковые, хорошие. Все, сейчас последний расскажу, медовый, 60-й, на этом закончу этот видеоролик. Ну, медовый, это всем известный традиционный желтоплодный сорт, раннеспелый крупноплодный сорт с желтой кожицей и розовой мякотью. Подтверждает свое название, созревает на 100-105 день, растение индетерминатное, для открытого грунта и пленочных укрытий, плоды округлой формы ровные, гладкие, мясистые, очень сладкие, устойчивые к растрескиванию, хорошо переносит транспортировку, рекомендован для диетического питания, идеален для салата. Тут я даже добавить ничего не могу, конечно, он сладкий, все желтые, они очень сладкие, он мясистый, он высокий, его можно садить и на улице, можно выращивать и в пленочной теплице, конечно, подвязывать, конечно, посынковать, выращивать, как все крупноплодные, мясистые, сахаристые, индетерминатные томаты. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, вот еще несколько сортов мы просмотрели, как я рассказала очень подробно, высказала свое мнение, вот сейчас я описываю, уже дошла, кто ждал крупноплодные, и вот эти крупноплодные, у которых вес 500, 600, 700, они все могут выращиваться и в теплице, и в открытом грунте. Но ясно, что в теплице вот такие крупноплодные дают урожай больше, чем на улице, хотя про другие сорта, которые вот для улицы, я говорила, что они наоборот на улице лучше себя чувствуют и дают урожай больше. Поэтому вот при выборе вам нужно точно определяться, какие вам нужны, тепличные или уличные. Но есть те, которые, вот как любимые праздники, я сейчас рассказывала, они прекрасно растут и на улице, и в теплице. Вот этот вот розовый гигант, хотя он написан на пачке для теплиц, на улице я его тоже выращивала, я потом о нем расскажу. Так что выбирайте, от выбора сорта очень много зависит и количество урожая, и вообще, как удачный будет сезон или нет. Поэтому перед тем, как заказывать где-то или покупать семена, надо прочитать очень тщательно, даже найти, может, какую-то еще информацию в интернете, посмотреть видеообзоры и тогда уже выбирать сорта. Все, до свидания.